В ООН посчитали количество раненых и жертв в Украине в день за полгода. С февраля по июль в Украине ежедневно погибали примерно 6 мирных жителей и 20 получили ранения, такие цифры озвучила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, ММПЧУ, Даниэль Бель, передает РБК Украина со ссылкой на брифинг в Киеве 4 октября, так, за полгода в результате боевых действий в Украине погибли по меньшей мере 1028 мирных жителей и были ранены 3593 человека, то есть в среднем ежедневно погибали почти 6 мирных жителей и 20 получили ранения. Большинство жертв, 86%, были на территории, контролируемой правительством, и, следовательно, вероятно, были следствием атак, совершенных Российской Федерацией, сказала она, причины гибели, как говорится в докладе, отчет охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2023 года. В нем также говорится, что оружие взрывного действия с большой площадью стало причиной более 90% жертв, при этом зафиксировано значительное количество жертв среди гражданского населения в результате применения системы залпового огня. Кассетные боеприпасы также стали причиной жертв среди гражданского населения на территории, контролируемой правительством. Кроме того, по словам Белль, с начала июля по меньшей мере 25 российских атак повредили или разрушили инфраструктуру, связанную с экспортом зерна, потери в войне в Украине. Ранее в ООН заявляли, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 9701 гражданских, еще 17748 ранены. В то же время в ООН считают, что реальное количество потерь среди гражданских значительно выше, в Минобороны Украины рассказали, что информация о потерях украинской армии во время войны является государственной тайной. При этом в августе The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявляла, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за период полномасштабной войны оценивается почти в 500-й год тысяч. Большинство – россияне, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова